Я рад приветствовать всех и всех, кто знаком со многими моими видеороликами, касающимися быстросборных гирь, других спортивных снарядов, в том числе с предыдущим видеороликом, касающимся вопроса удлинения, необходимости удлинения штанги, предоставшейся для мужчин, и в своем видеоролике коснуться, хотел бы надеяться, довольно интересной темы. Также, необходимость удлинения штанги предназначена для женщин. Вот на сей фотографии, вот-вот, из Ютуба, именно видно, что как Татьяна Каширина в 2014 году, и рекорд, правда, это исторический, но не суть дела, это 193 килограмма толкает. И, на что следует обратить внимание, что вот эти все, все именно сменные грузовые диски, смотрим, вот-вот, там 20 килограммов, 20 килограммов, 20, и один там, ну, десятка, там, именно, и еще один маленький там какой-то диск. Так что, так же, почти под край. Если мужская штанга имеет длину, 2200 имеет длину, то женская имеет всего 2050. Хотя, расстояние между вот этими упорами, то же самое, 1310. И вместо 415 миллиметров именно посадочной части для всех дисков, вот-вот-вот, там, за упорами, именно, миллиметров, на женском всего 320. Если это говорить, что на штанге, там, типа, Вейдер, именно, там, ну, который имеет 72 дюйма, ну, это по ихнему длину, там, из них 13 дюймов, ну, с каждой стороны, предназначены для посадки дисков. То есть, всего, то есть, примерно, 330 миллиметров, вот-вот-вот, явно, что это так же, так же, как и в мужской диске, уже практически нет свободного места, вот, так же и в женской. Ну, в самом-то деле, всего-навсего 300, так-так-так, да, конечно, вот, смотрим, 1 в 3, это 25 умножить 3 на 6, ну, 150 килограммов, вот, и, вот, еще эти по, да, 2, уже 170 килограммов, килограммов, и проявляются 20 килограммов, я говорю, там, ну, в общем, 190 уже набирается, тоже проявляется, то есть, это ясно, видно, вот, когда приближена вот эта фотография, то есть, если еще один 20-килограммовый диск будет, да, это уже под край, то есть, свыше 220 килограммов, вот, ну, будем разбирать остальные подробности, свыше 220 килограммов, не разместить на грифе, признать для женщины, вот, на те же для дисков, именно грифе, да, и он более тонкий, вот, длина, где-то, да, всего, его диаметра всего 26 миллиметров, а не 28, как женский диск, вот, 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 теперь, 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 что же еще, да, ну, посередке есть носичка для мужского, для женского, нет, интерьер приходилось читать, ну, однако, ответ совсем что-то не тот, касательно того, что нет необходимости рывков одной рукой, так почему же на мужском сохранилась эта насечка, и, кстати, то есть, если применять пауэрлифтинговские диски, конечно, места вдоволь, достаточно, что правда, то правда, но есть ли те же атлетические, там, подается, там, с некоторыми, там, поднутрениями, обрезиненные, конечно же, нет. Так, ну, коль уже между именно упорами расстояния, когда хват женщин несколько меньше, чем при 178, например, у Татьяны Кашириной, еще остается расстояние, можно поверить на слово, с каждой стороны, там, вот, под десятками миллиметров, вот, до сотни миллиметров с каждой стороны, допустим, там, почти остается, проведена ростом 178, у Талхадзе, в 97, вот, ну, и также ее соперницами, такие-таки, такие роста остаются, но если под упор, так же самое, то же самое расстояние, так позже и общая длина штанги будет больше, хотя и при более тонком грифе, ну, что ж тут поделаешь, ну, некогда еще шведскую штангу принят, даже для мужчин более тонкий гриф в 70-х годах, такая, она, пружинная была сильная штанга, даже, ну, в самом-то деле, для легкоатлетов уже давно вошла об этом речь, нужна штанга даже меньшего, именно гриф, меньшего диаметра, чем для атлетов более тяжелых весовой категории, так же и для женщин, ну, это немножко выходит за рамки этой нашей темы, так, вывод один и один, и не только для мужчин, надо бы удлинять гриф штанги, так же предназначенной для женщин, ну, до, да, до 2200, или с 2050, до 2200, если мужское 2200 до 2400, не мешало бы, вот, вот, то есть до 2200, как на пауэрлифтинговских альтернативных штангах, так и у женщин неплохо бы удлинять до 2200, чтобы было как у мужчин, и одновременно та штанга при такой же длине могла бы быть альтернативной женской, ну, штангой для пауэрлифтинга, ну, по мере возможности, необходимости, вот, продолжим видеоролики по сей теме, а покуда, скажем традиционно, до свидания, до новых встреч!